Добрый день, уважаемые наши 11-классники! Мы продолжаем с вами сегодня готовиться к единому государственному экзамену. И сегодня мы продолжаем работу над заданием номер 8. Я напомню вам, что это задание связано с грамматическими нормами русского языка, с теми нормами, которые отвечают за видоизменения, склонения, изменения по падежам, по спряжениям и так далее. Мы остановились на следующем виде ошибок. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Для того, чтобы поговорить о том, какие же ошибки можно допустить или какие ошибки ребята допускают в предложениях с причастным оборотом, давайте первоначально вспомним, что же такое причастие. Причастие – это особая форма глагола. Это та часть речи, в которой отражены признаки двух самостоятельных частей речи. Прилагательного. Вот поэтому причастие обозначает признак предмета. И вторая часть речи, от которого происходит причастие – это глагол. То есть в основе причастия обязательно есть глагольные признаки. Две части речи – прилагательное и глагол – в основе причастие. Поэтому причастие имеет признаки двух частей речи. Обратите внимание, признаки глагола. Благодаря глаголу причастие может изменяться по временам и числам. И благодаря прилагательному причастие изменяется по родам, числам и падежам. Причастие обозначает признак предмета по действию. Обратите внимание, перед нами несколько рядов слов. Если вы посмотрите, вы увидите, что с левой стороны слова, которые будут отвечать на вопрос «какой?». Он какой? Молодой. Например, «картофель какой? Молодой». А с правой стороны столбик слов, слова которого тоже будут отвечать на вопрос «какой?». Он какой? Например, «молодеющий человек». Вопрос, который мы задаем и к первому столбику, и ко второму столбику один. Этот вопрос «какой?». Но перед нами слова разных частей речи. Слова, которые находятся слева и отвечают на вопрос «какой?», относятся к имени прилагательному. Слова, которые располагаются справа – это причастие. Во-первых, почему это причастие? Потому что в основе всех этих слов есть глагольный признак. «Молодеющий» – это слово образовано от глагола «молодеть». Что делать? Молодеть. «Ласкающий» – что делать? Ласкать. «Белеющий» – что делать? «Белеть». Также помочь определить, что перед нами имя прилагательное, помогают нам суффиксы. Суффиксы «ущ», «ющ», «ящ», «ящ» – это суффиксы причастия, действительного причастия, настоящего времени. Итак, это основной признак, по которому мы будем с вами разделять прилагательного, прилагательное и причастие. Мы с вами знаем о том, что задание связано с выделением причастного оборота. Что такое причастный оборот? Причастный оборот – это причастие с зависимым словом или причастие с зависимыми словами. Уважаемые одиннадцатиклассники, обратите внимание, перед нами предложение. «Струя пены, отбрасываемая кормой корабля, прошла через океан белой чертой». Для того, чтобы правильно определить границы причастного оборота, мы должны с вами увидеть главное слово, к которому будет относиться причастный оборот. В данном случае это неделимое словосочетание «струя пены». Главное слово находится впереди причастного оборота. Зададим вопрос от этого главного слова. «Струя пены, струя пены какая? Отбрасываемая кормой корабля». В данном случае причастный оборот находится в середине предложения и обособляется с двух сторон запятыми. Что значит «обособляется»? Это значит «выделяется» на письме знаками припинания. И так как он находится в середине предложения, он с двух сторон выделяется запятыми. Мы говорим «предложение осложнено обособленным определением». Почему так? Во-первых, обособленным определением, обособленным, мы с вами сказали. Это слово обозначает «выделяемым» оборот, который выделяем. А почему он выделяется? Потому что главное слово находится впереди причастного оборота. Всегда, если главное слово находится впереди причастного оборота, он должен обособляться. То есть выделяться запятой или запятыми, в зависимости от того, где находится этот причастный оборот. Почему мы говорим «обособленное определение»? Потому что это осложнение, это обособление отвечает на вопрос «какой?». Струя пены. Какая? Это функция определения. Мы подчеркиваем всегда причастный оборот волнистой чертой. Какие же ошибки ребята допускают в предложении? Обратите внимание, что обязательно должно быть для того, чтобы не допустить ошибку. Причастие должно быть, ребята, обязательно согласовано с определяемым словом. И согласовано в чем? Вроде, числе и падеже. Вот это согласование обязательное. Обратите внимание на предложение. Образ поэта-пророка, созданного Пушкиным, определял и его собственную жизнь. Выделено слово «образ». Определяемое слово «образ» стоит в именительном падеже. Образ, да, в именительном падеже. А причастие «созданного» используется в форме родительного падежа. Следовательно, данное предложение построено грамматически неверно. То есть неверно сделан акцент и неправильно сделана опора на главное слово. В данном случае главным словом является образ. Образ «какой?». Обратите определенный Пушкиным, определял и его собственную жизнь. Значит, самое первое, что мы должны с вами запомнить, это то, что причастие должно быть обязательно согласовано с главным словом. И согласовано оно должно быть в роде, в одном роде, в числе и падеже. Какие ошибки еще могут быть в том предложении, в котором используется причастный оборот? Определяемое слово не должно разрывать причастный оборот. Это ошибка, которую допускают ребята. Это ошибка под номером 2. Что это значит? Это значит то, что определяемое слово ни в коем случае не должно разрывать границы причастного оборота. Его место определено. Главное слово может находиться или перед причастным оборотом, как мы с вами видели это на предыдущих слайдах, либо после причастного оборота. Но ни в коем случае не может главное слово входить, относиться к границам причастного оборота. Разрывать причастный оборот нельзя. Например, неверно сказать неподкрепленные слова фактами ничего не стоит. Это предложение грамматически построено неверно. Уважаемые одиннадцатиклассники, обратите внимание. Определяемое существительное слова разрывает в данном предложении причастный оборот. Вот главное слово и оно находится в серединочке причастного оборота. Из-за этого теряется смысл. Как правильно сказать? Да? Посмотрите. Слова. Мы с вами на первое место опять ставим главное слово. Слова. Слова какие? Не подкрепленные фактами. Ничего не стоит. Также главное слово можно поставить и позади причастного оборота. Давайте посмотрим, что получится. Не подкрепленные фактами слова ничего не стоит. То есть смысл предложения исправленного и первого, и второго теперь нам понятен. Разница только в знаках припинания. В первом случае, если главное слово стоит впереди причастного оборота, мы с вами выделяем этот причастный оборот запятыми. Обособляем этот причастный оборот. Если же главное слово стоит позади причастного оборота, вот как в данном случае, не подкрепленные фактами слова. Здесь мы с вами ничего не обособляем, потому что правило русского языка гласит. Если главное слово находится позади причастного оборота, причастный оборот не обособляется. Но существует несколько исключений. Вот таким первым исключением будет то, если причастный оборот относится к личному местоимению, и это личное местоимение стоит позади причастного оборота, в этом случае причастный оборот все равно на письме выделяться запятой будет. Например, израненный в бою он не покинул строя. Обратим внимание с вами, главное слово находится позади причастного оборота. Кто он, да? А он какой? Израненный в бою. Главное слово находится позади причастного оборота. Но так как это главное слово личным местоимением является в данном предложении, мы будем с вами в этом случае причастный оборот все равно выделять. И второе, да? Когда причастный оборот все равно будет обособляться, если даже главное слово стоит позади этого причастного оборота. Если причастный оборот имеет добавочное, дополнительное, можно сказать, пояснительное значение. Вот, например, изнуренный мыслью о парусе дедушка впадал в забытье. Дедушка впадал в забытье по какой причине? Вот какое появляется дополнительное обстоятельственное значение. То, что он был изнурен этой мыслью. Вот когда оборот носит пояснительный характер, носит дополнительный характер, вот в этом случае все равно запятая ставится будет. Так, нарушение структуры причастного оборота. Обратите внимание, пожалуйста. Одним из самостоятельных видов искусства является графика, существующим с конца 15 века. Ошибка, которую мы с вами говорили, да? Как будет сказать правильно? Одним из самостоятельных видов искусства является графика. Обратите внимание, главным словом опять для данного причастного оборота является слово графика. Графика какая? Существующая с конца 15 века. Это слово должно обязательно быть согласовано. Причастие должно согласовываться с главным словом, да? Мы видим с вами, оба эти слова являются, стоят в женском роде, в единственном числе, да? Графика какая? Так. И еще одно предложение. Одной из форм духовной жизни важным для человека стало искусство. Как будет сказать правильно? Одной из форм духовной жизни, какой жизни, важной для человека стало искусство. Вот это, ребята, две основные ошибки, которые мы допускаем или можем допустить в причастных оборотах. Спасибо вам за внимание.